Вадим Зенин, Рашид Конов, Владимир Мирошник, Родион Счанян и Азнаур Тиувов постоянно участвуют в проходящих в Карачаево-Черкесии мероприятиях патриотической направленности. В истории нашей страны и региона немало значимых дат. И мало какое событие обходится без воспитанников Центра военно-патриотического воспитания города Черкеска. Недавно юноши приехали из российской столицы, где они постили музей президентского полка, парк «Патриот», участвовали в разводе часовых у стен Московского Кремля. Приятными воспоминаниями ребята поделились с мэром регионального центра Русланом Тамбиевым. Смотрел и 8 мая, хорошо вы выступили, и 9-го тоже шагали прекрасно. И у меня появляется гордость не только за наше молодое поколение, перспективное поколение. Я не знаю, будете ли вы, станете ли вы офицерами. Это для меня вторично. Я вижу, что вы становитесь. Если есть, вы патриоты, патриоты нашей Родины, мне передавали фотографии. Как вы несли службу на Красной площади, это впервые, впервые в истории Карачао-Черкесии, что наши представители несли службу. На Красной площади, это работа и правительство, и на полпредство нашего в Москве, ну, честно, испытывал гордость, видя вас на Красной площади. Во время встречи за чашечкой чая ребята рассказали о том, почему военно-патриотическое воспитание – это нужно и важно, кем они видят себя в будущем. Беседа показала, что юным патриотам интересны и происходящие в городе изменения. Что бы вы хотели, чтобы было в Черкесии, чего у нас нет, вот что бы построить, что бы сделать, ну, чтобы… Связанное с патриотической детьми? Нет, вообще, разговор на вольную тему. Ага. Вот что бы. Лично я хотел бы, чтобы у нас в городе скалодром был. Ну, это реально, это реально, это реально. Ну, здесь как, скалодрома не… Ну, чтобы он был не только для штаба поста, вот, как бы… Общего пользования. Общего, да. Чтобы могли дети приходить, пробовать себя там. Развивались, да, во всех направлениях. Градоначальник поддержал эту и ряд других инициатив молодых людей, в том числе, касающихся создания новых парковых зон в разных микрорайонах. В завершении встречи было отмечено, что как раз такое отношение к родине способно принести стране огромную пользу. Военно-патриотическим воспитанием я начал заниматься буквально полтора года назад. До этого у меня было строгое воспитание, так как у нас военная династия. У меня отец был военным, дед был военным. И можно сказать, что это у нас в крови. В будущем я планирую связать свою жизнь с военной деятельностью. Еще не выбрал какой. Но обязательно буду служить на благо Родины. К слову, юно-армейцы городского поста номер один каждый год отправляются за незабываемыми впечатлениями на базу Ясинтукского авиационного спортклуба. Знаете, само как-то потянуло. Вот честно. Я в будущем, например, хочу защищать Родину. Вот я планирую поступить в медицинское училище. У нас как раз наш лучший мэр дает ему эту возможность прыгать с парашютом каждое лето. Спасибо ему огромное за это. Эти ребята со своим будущим, похоже, действительно определились. Хочется верить, что им не придется использовать полученные навыки для защиты Родины. Но есть уверенность, что в случае необходимости они справятся с поставленными задачами. Артур Макцин, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова